Так жить нельзя. Жители поселка Муловка который год задыхаются от спрадного запаха, исходящего от продуктов переработки завода Гиппократ. Напомним, в конце июля 2020 года по жалобе жителей деятельность предприятия приостановили на 90 дней. Тогда Гиппократу решили дать второй шанс. Подписали план по комплексной экологической реабилитации поселка. Работа началась. В прошлом году рекультивировали самый крупный котлован, где хранилась барда. В этом году руководство завода обещает засыпать еще два хранилища. Однако едкий запах никуда не делся. С жителями пообщался в Рео губернатор Алексей Русских. Что нас беспокоит, то что да, рекультивация в прошлом году началась уже, но один котлован у нас засыпали, а с той стороны, пятый, продолжают заливать. То есть ежедневно и лососы сливают отходы производства. И как вот нам реагировать на это, да, потому что этот запах ужасный. По словам жителей, земля изначально бралась под посадку растений, которые должны были использоваться для производства препаратов. Но вместо полей здесь самовольно вырыли 12-метровые котлованы, которые не предназначены для хранения жидких препаратов. Как итог, все вредные вещества отравляют воздух, почву и воду. Об этом свидетельствуют результаты проб. Последние, по информации Минприроды, брали три недели назад. Они показали превышение нормы по нефтепродуктам. По данному факту уже возбуждено административное дело. Проводится проверка. Самарский область по инициативе Минприроды мы вышли с иском о возмещении ущерба природы красотки на 239 миллионов. Сейчас мы в процессе. И заявляю, и говорила об этом жителям, что на мировые соглашения мы не идем. Мы идем, судимся до начальничного решения суда. Руководство уверяет, работы на заводе не ведутся. Нет лицензии на производство фармсубстанции. Алексей Русских заявил, позиция завода его не устраивает. Темпы экологического оздоровления ничтожны по сравнению с нанесенным ущербом. В Рио губернатор подчеркнул, проблемами поселка теперь будет заниматься отдельно. А уже на этой неделе будет проведено профильное совещание. Необходимы четкие сроки выполнения всех предписаний. Анна Тищенко, Улправда ТВ.